В 2018 году исполняется 100 лет дополнительному образованию в России. В честь этой важной даты в Василиостровском районе решили устроить большой праздник. Почему Василиостровский район решили отметить этот праздник? Ну, во-первых, я считаю, что у нас дополнительное образование самое массовое, потому что у нас 15 тысяч школьников в районе, даже чуть немножко больше, чем 15 тысяч. Из них 9 тысяч занимаются в разных кружках, и 10 тысяч занимаются дополнительным образованием в школах. Итого получается, 19 тысяч занимающихся детишек, это даже больше, чем всего учеников. А почему? А потому что очень многие занимаются не в одной студии, а в нескольких. То есть Вястровский район, это район, где действительно очень много детей, все дети очень талантливые, активные, и хотят заниматься многими вещами, и многие вещи интересны. Я думаю, что это очень правильно, это надо поощрять. Расскажите, пожалуйста, для чего нужно дополнительное образование? Дополнительное образование нужно для того, чтобы каждый из ребят, больших или маленьких, поверил в себя, нашел свои способности. Что такое общее образование? Это когда мы ходим в школу, делаем уроки, учим русский язык, математику, физику, химию, это когда постарше уже. А дополнительное образование – это то, чем занимаются дети, когда им интересно этим заниматься, кроме уроков. Это и танцы, может быть, кто-то действительно будет великим танцором. Это музыка, может быть, кто-то будет композитором или пианистом. Это технические занятия, робототехника, наука и масса-масса других вещей, которые действительно являются дополнительными к основным предметам в школе. И, может быть, где-то помогают там ребятишкам понять, чем они хотят заниматься в будущем. Фестиваль, посвященный дополнительному образованию, называется «Время твоих идей». Здесь работают 24 станции, на которых проводятся мастер-классы, и каждый может увидеть, чем занимаются с детьми в Василиостровском районе. Расскажите, пожалуйста, про Вашу площадку. Мы играем в игру «Го». Это древняя китайская игра. В нашем Доме творчества эта секция уже существует давно. Ребята опытные, самые сильные игроки у нас здесь пришли, и они играют в клубный турнир. Это игра типа шашек-шахмат. Но если в шашках мы стараемся съесть все фигуры, то в игре «Го» мы стараемся завоевать территорию на доске. А как это пригодится в жизни? Ребята учатся мыслить стратегически и, конечно, рассчитывать сложные тактические варианты. Мы напряженно думаем над поиском лучшего хода. Я думаю, что в жизни поиск лучшего решения пригодится каждому человеку. Вы уже занимались когда-нибудь программированием? Нет. У многих детей в Петербурге уже в этом году была возможность позаниматься программированием и написать свою собственную игру. А им это пригодится в будущем? Я не сомневаюсь. Пока они изучают, как писать игру, они узнают очень много о программировании в общем, о том, как правильно расположить героя, как правильно нарисовать костюм. Такое мышление о проекте собственном, о том, как должна выглядеть игра в конце и как прийти к тому, что они хотят увидеть, однозначно им пригодится в будущем. Праздник сегодня состоялся благодаря трём учреждениям дополнительного образования Васильевского острова. Это Дом детского творчества на девятой линии, это Центр гуманитарных искусств на Васильевском и Детско-юношеский творческий центр на Васильевском. Ребята из самых разных коллективов творческих, технических, спортивных, художественных сегодня организовали площадки. А сколько здесь детей принимали участие? Сегодня очень большой праздник. Около полутора тысяч ребят сегодня посетили наш фестиваль. И сегодня мы попытались показать ребятам, как много разных кружков, секций, студий у нас на Васильевском острове. Многие известные люди, политики, учёные, звёзды кино и спорта смогли найти себя и свою профессию благодаря дополнительному образованию. На фестивале «Время твоих идей» побывали София Рублёва и Агния Петрова. Продолжение следует...